Давайте чуть-чуть модифицируем правила этой игры. Предположим теперь, что за один период, за 15 минут, пирог будет терять не половину, а всего лишь треть своих вкусовых качеств. То есть теперь фактор дисконтирования равен двум третям, а не одной второй. То есть во втором периоде ценность целого пирога будет равна двум третям. Тогда проведем те же самые рассуждения. Младший брат во втором периоде, если игра туда придет, будет весь пирог оставлять себе, зная, что старший брат согласится на любое распределение. И таким образом он получит полезность равную двум третям, а старший брат снова получит ноль. Таким образом, если игра дойдет до второго периода, младший получает две трети, старший получает ноль. Откатываемся на одну под игру назад. Теперь старший брат думает, какое предложение сделать младшему брату. Он понимает, что теперь младший брат может гарантировать себе во втором периоде гораздо больший платеж, чем в прошлый раз. Теперь уже две трети достанутся младшему брату, если игра вдруг дойдет до второго периода. Соответственно, в первом периоде старший брат должен предлагать младшему ровно две трети. Больше предлагать не имеет никакого смысла, потому что зачем лишним делиться с младшим братом. А меньше, чем две трети предлагать нельзя, потому что тогда младший брат откажется, и игра перейдет во второй период. Что для старшего брата невыгодно, он получает во втором периоде ноль. Поэтому в первом периоде старший брат будет предлагать младшему брату две трети пирога, одну треть будет оставлять себе, и игра будет развиваться так. После ухода мамы старший брат говорит, одну треть оставляю себе, две трети отдаю тебе. Младший брат говорит, окей, согласен. И игра снова заканчивается в первом периоде. У папы шансов нет. Получается, что на самом деле, чем больше дельта, тем меньше платеж старшего брата, и тем выше платеж младшего брата. Это неудивительно, потому что чем больше дельта, тем больше пирога сохраняется до второго периода, когда возможность делать предложение о распределении переходит к младшему брату. И поэтому уже младший брат будет обладать правом последнего хода, у него будет больше преимуществ, если игра до туда дойдет. Соответственно, чем больше дельта, тем выше переговорная сила младшего брата. Он будет требовать от старшего в первом периоде большую часть пирога, потому что все будут знать, что если игра дойдет до второго периода, то младшему брату достанется много. Поэтому старшему брату придется соглашаться в первом периоде на такие невыгодные для себя условия, отдавать больше младшему брату. И, соответственно, сравнительная статика по параметру дельта. Сравнительная статика — это характер изменения платежей в равновесии. Так вот, сравнительная статика по параметру дельта будет такой. Чем больше дельта, тем младший брат получает больше в этом равновесии, а старший брат получает меньше. Тут, конечно, важной предпосылкой является тот факт, что дельта вообще существует, то есть что пирог теряет часть своих вкусовых качеств со временем. Если бы дельта равнялась единице, то есть пирог бы не терял своих вкусовых качеств, то тогда бы младший брат вообще забирал бы себе все во втором периоде. Он делал бы предложение 1-0, старший бы на это предложение соглашался, и на этом бы игра заканчивалась. Продолжение следует...